А, да-да-да, дай я завтыкал просто я Всем привет, дамы и господа Снова у нас вторая карта Астралис против торпеды Гимминг В рамках Кондорпида 80 тысяч долларов предовых у нас разыгрываются за целых два дня А потом еще дота целых два дня Короче, целый фестиваль киберспортивных игр и увеселений Надеюсь, что вы еще не заснули Потому что по-московскому 23.18 И вам завтра не в школу, не в университет, не на работу Короче, не на все эти скучные вещи Потому что у нас еще будет еще сверху Бестопа 3 Один, правда, к сожалению Я бы хотел бы все 5, 25 и все остальное Но счастье тоже должно быть заканчиваться А с вами сегодняшнее и нынешнее счастье Проведут Рухап в лице Кристалмея и Каспера Да, люди, вы не ослышались Это действительно я, если кто только подключился и не смотрел первую карту Которая слишком быстро закончилась Как хорошие вкусные пельмешки Да, да, да Но, не знаю, я пельмешки бы лучше так порастягивал Надеюсь, что торпеда тоже сейчас немножко порастягивает Хотя, учитывая то, что это... Свои пельмешки Да, да, пик команды Астралис Я думаю, пельмешками сейчас будут как раз ребята из торпеда Гейминг Ну, посмотрим Шведы начинают с резкого выпада С верхней Т-шки на Б-плэнт И здесь их должен принимать Девайс Но Девайс отдается сам Керриган тем временем пытается встретить своих оппонентов С окна, но его зонируют И мы видим, что торпеда гейминг ставит бомбу И теперь Астралисы вынуждены играть против времени Хаешка хорошая, Натра влетела, снесла ему 30 хп Тем временем Каджум с 19 хп пытается выйти с нижней Т-шки на верхнюю Здесь дауни, играет на удержание Но у него ничего не выходит Откидывает ему голову Каджум Зипикс, тем временем вместе с Дюпри отрабатывает еще и десанта И мало, и остается только добить Дюпри Каджумба Потому что своего тиммейта нужно убивать Потому как он сделал свой фраг И дальше он все равно не нужен Не, ну Каджум на самом деле просто накосячил Он не убил парня, поэтому Дюпри его и наказал Как по мне все вполне заслужено Надо было самому убивать этого парня у машины А не расслабляться Но в принципе Я не знаю, вот когда такое происходит Тут мне кажется уже почти все понятно Ладно Мы конечно видали такое и в командах совсем равных Но учитывая первую карту Да, учитывая то, что мы знаем про эти два коллектива То когда вот так вот выбивается точка Вообще без каких-либо проблем Причем позиции изначально у торпеда вроде были даже неплохие Каджум по ранней агрессии на миде Вышел, сделал минус два Дипри тем временем уничтожил дарт И десант Десант остался последним игроком атаки Которому тоже предстоит отправиться Прямиком в Альгалу Вопрос только в том Что дачане Дачане его аптри востволят Но вопрос был на самом деле Сколько стволов будет направлено в его лицо В тот момент, когда он будет Пытаться дышать в последний раз Не, ну фраг не получилось сделать Конечно досадно Хотя бы стоимость пистолетика бы отбить Но в целом Не знаю, за 250 скоро и в метро в принципе Уже невозможно будет скататься Так что в принципе пофиг Ну вообще да, вообще да Ну в любом случае приятнее завалить кого-то Чем не завалить В игре под названием Counter-Strike Так что Хорошее дополнение Я всегда ввожу такие поправочки А то меня потом начнут Уличать в пропаганде Там насилие И еще что-нибудь Ну главное, чтобы мама просто В этот момент Включила стрим Одного из наших зрителей И чтобы потом Соответственно не запрещала Тут должна быть шутка Про то, что я их мамам Лично могу все рассказать Но я воздержусь от нее Это слишком по-дотерски Я просто да Вот именно я чувствую Как будто я вот Прямо шел обратно в дотан Заехал просто Всеми ногами Каджум С вапом Стоит на лонге Мы видим, что целых два игрока Астралис контролят бокс Тем временем Торпеда Гейминг Играют с Зипиксом Который находится на КТ Контролят одновременно Мидл И возможные выходы с ЗЗ Причем Астралисы В конце концов Отправляют Каджума на рекламу Это одна из самых лучших Позиций для контроля ЗЗшки Зипикс находит Дарти Откидывает ему голову Дауни Дауни Не справляется с стрельбой Против своего оппонента У Зипикс контроль Закончились патроны Каджум подстреливает Савапа Атера И таким образом Большое зеленое оружие Служит ему Иван Невозможно Что и будет не раз Малая Отрубает двух игроков Команд защиты Тем временем Каджум находит Ощередной фраг И вот он Дауни 19 хп этого парня Ну что ж Весло В руках Каджума Оно работает пока что Без осечи Где при вместе с Девайсом Пропушат Дауни У него 19 хп Но голова Голова Девайса уже катится Прямиком на КТ Спаун Астралисы вдвоем Должны будут выбивать 19 хп у Дауни Которые все еще играют Через смок Далеко Плотно Бомба Бомба все еще тикает При этом Диффуз киты Имеется у ДиПри Это позитивный Момент Для команд защиты И Дачане Дачане должны запушить Уже до конца Каджум меняет свой девайс На Ка-47 Более чем грамотное решение Прошивает своего оппонента Через смок И Дауни падает Замертво Да Но попытка была неплохая Скажу честно Мне понравилось И смок был Вполне качественным То есть Тоже все вполне обдуманно Я еще раз повторюсь То что торпеда Пытаются играть в КС Мне это очень нравится Я поддерживаю этих ребят В таком начинании Просто чтобы играть В Counter-Strike Да Да Ну Покажите свой лучший КС А возик Зачем ехать в Хорватию Просто Там надо делать визу Все остальное Вот именно Гибертуризм Вот этот Он уже свое давно И жил Нужно набираться Экспириенса А не просто Получать по щам От Астралис Ну я не знаю Вот это просто Тотально А ну пока мы просто Получили по щам Ну ладно Это был экономический ров Все нормально Все окей Ну Деприс Соло вышел на мидл Пропушил Делал минус 3 Причем у него смотрел Вот момент Минус 4 ствола Один из них Дедиртыгал Ну такие вещи конечно Просто смотрятся Как тотальное насилие Тут даже ничего не скажешь Это просто изнасилование Со всеми видами Тут есть и палки длинные Зеленые Короткие Черненькие В общем все варианты Все варианты На любой вкус На любой шведский вкус А шведы вы сами знаете Они довольно веселые парни Депримейся с Каджумом Тем временем поджимает Очередной бокс Который В этом рауне все еще стоит ДДАС 2 Дефолтная вещь Вообще Очень-очень кстати Неизмененная карта И собрать кс гоу Наверное самая неизмененная Среди всего Что я знаю По сравнению с 1.6 И Астралис Пока что Оооо Какой же фраг От малой на девайсе Причем при пушуше То есть девайс то Должен был быть здесь быстрее Но оказывается То что он не совладал С поставленной задачей И Зипик с тем временем Месте с Кориганом Перемещается на мидл Хороший фраг от Каджумба На Атера Но Мали все еще С тайперской винтовкой Угрожает Угрожает своим веслом На планте Вполне возможно Вылечить СЗ Уже некому угрожать так-то Потому что Ребята давным-давно Позиции все поменяли И в итоге Идет очень жесткое смещение Хотя нет Дюпри еще остался Остался все-таки на А Смотри Тропеды в этом На этой карте Пытаются что-то тут делать С точки зрения Вот этих передвижений Расшатываний Оппонента И все остальное Причем Они правда Вполне возможно Сделают неправильный кол То есть они выйдут на Б Там целых два игрока И заходить туда Будет очень сложно Без контроля мида А контроль мида Будет осуществлять Только один игрок атаки И Зипикс уже справился С дауни Дальше получает флешку Достает Дзирдыгл И пустынный Сайгак Минус Дисент Мало тем времени Отрабатывает Зипикса Но он один Одинешник В этой пустыне И 5-0 Я просто молчу Я смотрю Решил игнорировать Все что происходит Не ну сейчас Они мягко говоря Просто не угадали с точки Такое тоже иногда происходит Да Вышли действительно Двух парней И выходить было очень тяжело Плюс флешка в мид Которую схватил Человек Атаки Ну типа пологи Вещей Все вот Звезды сошлись Не так Как должны были Наверное Сойтись до команды Торпедо Но в целом Они по прежнему Пытаются Хоть как-то Поджимать Да Ой как хорошо Там стэк Это Дисент Развалил Нормально Нормально Но Зипикс будет Следующим Крылом обороны У Астралисов И мы видим То что к нему Еще и подъехал Каджум С ВП Это означает Что торпеда Гейминг Вполне возможно Окажется В очень-очень Серьезных проблемах Здесь Особенно Дарти Который сидит на мусорнике И Дарти получает гол Каждое время Отрабатывает Дисент И остается только мало С его по 250 И бомбой Нужно поставить Нужно поставить ТИС-4 Но девайс С прыжка Убивается ВП в голову Здравствуй Контрстрайк Лобл Афенсер 10 раунд Защит 10 фрагов Укажу бы Восьмерочку Дюпре Кстати На притяжении Предыдущей всей карты Вообще Фраг стата Не засчитывал Просто потому что Какой в этом смысл Не, ну Тут ты тоже Зачитал их Пока еще смысл Не был утерян Судя по всему Что, что Просто О, как замечательно В дверь Ввалил Карригану В башню Ну вот Я этого парня заметил Он реально хорошо Пуляет И вообще Хорошо действует По игре Возможно Мы его где-то Когда-то и увидим У него неплохая динамика То есть Он способен давать Клоус фраги С ВП Он способен давать Мидрейндж Не только там С каких-то Защитных позиций Это позитив Проблема в том Что его не поддерживает Никто Да Если Эта снайперская Винтовка действовала На динамике На темпе Вместе с Какими-то флешками Хаешками Плюс На разменах И все остальное Это было бы Намного более эффективно Но мало Пока что герой войны Здесь единственный Скорее всего Какой-то Эффективность За своей командой Кроме каких-то фрагов Да Он не все От раунда надо забирать К сожалению Игра на раунды Не на фраге Здесь Ипикс На ЗЗшке Через смок Ничего не видит Пока Детипри Убил снайпера Команды Торпедой Гейминг и шведы Остались втроем При этом ударьте Но с другой стороны Снайперской винтовки Легче играть без хп Нежели штурмагу Ку И он двигается Двигается Сейчас будет Подниматься на ЗЗПИКС А на ЗЗПИКС этот момент Читает полностью От начала до конца Десантмиссис Дауни Теперь уже вдвоем При этом мы видим То, что Дауни Выходит на тэшку И поджаривает бухло Закидывая молотов Налево Но оказывается Шокобл Уже есть И поэтому перетяжка Моментальная Ну и плюс Каджун принимает Тоже Без каких-либо проблем Безвыходная ситуация Десант Даже не знаю Вообще Как это должно выглядеть Сейчас То есть он должен Я вспомнил Я вспомнил То же самое происходило Когда Кримс Оформлял на СЛ Кельне Когда они проигрывали 14-7 Они взяли тактику На следующий же раунд Кримс ровно в такой же позиции Сделал им квадрокилл Просто с одного спрея Ну не квадро Трипл килл С одного спрея Потом еще добавил Четвертый фраг И это было просто невероятно Потому что ситуация Для него складывалась Очень-очень печально И фнастики должны были Проигрывать и 15-й раунд Но потом они камбэкнули И взяли чужую карту Инвесов На том же самом ДДАСе 2 И мы помним Чем это в конце концов Закончилось Но это не торпеда гейминг К сожалению Да И у нас Точно такая же Тактикал пауза Которую мы видели И на первой карте С таким же Кажется счетом Она была поставлена 7-0 И тогда получилось У торпеда Отжать первый свой раунд Тогда получилось Однако Сейчас Сейчас Может быть и не получится Все-таки Это не их карта На ДКэше У них просто Выход был очень быстро На плент Может быть они сейчас То же самое сделают Но мы видим то что Они что-то пытаются на боксе У них ничего не получается Потому что там Каджум Со снайперской винтовкой Вместе с По-моему Он с Зипиксом играет Ну или кем-то еще там Под саппортом Они выходят на мидл Там вроде как Мали делают фраг Но с ЗЗшкой Тоже у них ничего не получается Опять же Быстрый контроль ЗЗ Мог бы им помочь И тогда бы они не допустили Никого из астралисов Выходить с шорты на мидл И доставлять им Столько проблем Сколько они имеют Но они этим не занимаются Почему-то Что касается верхней Нижней тэшки Выходов на бэна Мы сами видели с вами Несколько раз Даже один раз на пистолетом Они даже поставили бомбу Но дальше защитить ее Не получилось И после этого Просто опускаются руки Хотя по логике вещей Можно было бы сделать Дефолтный раунд Через мидл На выход на бэ Сплитом Типа 1-4 допустим И четверка Смог дефолтный КТ спаун И выход через грибы И окно двери И все Изи катка Ну точнее Изи плент Там астралисов Тех же самых двух Принять не было проблем Но нет И мы видим то Что тактика пауза Пошла не очень на пользу Хотя дауни Минус 2 Какие же хорошие головы Однако дауни В конце концов Продемонстрировали нам Сайберскулы Дальше Малая выдвигается 55 хп у этого парня Прогорел он тоже немножечко Возможно Торпеда стоит сейчас Немножко отступить Извини что тебя перебил Но ребята Просто уже Я видел как они ломанулись На эту лангу И в последний момент Кто-то передумал Потому что Ребята давайте Там сейчас 3 в 3 В защите вроде как Надо бы позиции Поменять им Сейчас и мы Можем сейчас немножко Их порастягивать Мы то можем собраться втроем И выйти куда-то На одного человека На Б например Или на полтора человека На А Но защита должна будет Как-то перемещаться И в целом Мы видим что так происходит Девайс поджал Т-шку Говорит что атака будет Вероятнее всего на А Потому что никаких Признаков движения нет Да и действительно Выход по парычу Ну что заберут парня на рампе Не откажу Нормально стреляет Это знаете вот даже Это как-то в какой-то мере Даже утомительно Смотреть на этот бублик У торпеда Потому что Только что Они сделали размен 2 в 2 Что намного лучше Для команды атаки По совершенно обвестным причинам Они выдвигаются с бокса Потом решают Оставить одного игрока на яме Что тоже вообще Офигительная идея То есть там Сеня бы сейчас бы сказал Вот молодцы Как нави катают И все остальное Потому что Оставить игрока на яме Это очень хороший Кусок карты Который вы контролите И при помощи которого Вы впоследствии можете Соответственно помочь В своей команде Причем не обязательно Для этого выходить Потом на Сейчас давайте посмотрим Что тут девайс Показывает Компания движется на нижнюю тэшку Тут девайс уже убивает второго Но десант стекнайном Очень уверенно Выдвигается Почему-то Автодиректор решил Что надо слиться Ну да ладно Перейдем На речное управление Он двигается дальше Еще и Натка джумба На тот Промахнувшись с АВП Достает П-250 И все было для него Совсем-совсем легко В этом моменте Дауни Пытается совладать С дезертыглом Но оказывается Что нужно Что-то продемонстрировать Больше чем здесь Он смог сделать Малый М4 Хороший Второй фраг Зипикс упал Австралисы вдвоем Должны контролить выход На Б точку Потому что они знают Что оставшийся игрок Команды атаки Находился на нижней тэшке Но Малый решил Устроить торпеда На А Вообще время у него еще есть Еще почти целая минута Поэтому можно и побегать Тем более что Каджун там плотненько Засел на АВ Из приятных моментов То что у него там 74 хитпоинта осталось Скальта Можно будет его Ну Просто условно Выйти там Заваншотить Но В целом На этом приятные новости Для Моли заканчиваются Вот опять идет перетяжка Да Смок он отбрасывает Каджун пока Халдит Халдит в центре И Делает хороший минус Боль Боль Жизнь Бесконечное Тотальное страдание Для торпеда гейминг Так вот По поводу того Раунда где была яма Чувак сидит на яме Вы можете совершенно спокойно Таким образом Заставлять оппонента Потому что они знают Что он на яме Заставлять оппонента Контролить оппонент Как минимум одному Желательно двум Потому что это все еще А И выходить на Б Без проблем на одного 100% Причем это практически будет 1-1-1 По Амид Б И почему они вышли В конце концов на ЗЗ То есть единственная причина Почему они это сделали Это потому что Игрок у вас в яме И типа у вас прострел Лонга Но вы знаете прекрасно Что там снайперская винтовка Каджумба Которая делает Слишком жестко И даже если бы Они не смогли бы С ней справиться ЗЗшки То Лонг бы точно Был бы зачищен Но да ладно А вот тут у нас Девайс продолжает Насилие на Дарте И его компанией Причем они выдвигаются Неплохо Здесь можно молотова Сюда откинуть Причем он не был Но да ладно Они его в конце концов Занигилировали Атор 17 хп Два игрока Пуловых Против трех игроков Астрали Атор находит свой фраг На Керригана Очень быстро И Дюпри Каджумба В конце концов валится Зашел Дисан Смида Это хороший поджим Замечательная работа Но к сожалению Он не совладал с дабл Стволами от Дюпри И Зипикса Причем сейчас Есть целых 40 секунд Для того чтобы разминировать Эту бомбу И мы видим то что Дюпри идет с нижней И верхней тэшки Впоследствии И Зипикс будет играть с окна Но окна он задымил Поэтому он будет играть в двери Мало Мало Савапом Он не думает о том Что есть кто-то в тэшке что ли О боже Они не смотрят Вообще О мой бог Что Как это возможно Мама дорогая Это же книжка Это же просто дефолтная книжка Можно в метрополитене Купить У первой же бабули Спросите Как холдить Бэплэнт Просто спросите у нее Суверия Она вам ответит Матерно правдую Не но я думаю Что лет там через 20-30 Условно Когда действительно Мы уже станем там Дедушками и бабушками Мы реально сможем ответить метро Мемуарка Школьнику Да причем Знаешь что так Лещаткого Знаешь Дедовского Отвесить Сказать Эх Мы в свое время Бэ в соло держали А не вот это вот Вдвоем Двери не могут Высмотреть Вернее один тэшку Второй двери Ну ладно Не знаю как это вообще происходит С людьми Но да ладно Дюпри У нас пушит миддл Снова Снова причем он это делает Его ждут И это очень хорошая Знаете ли Эволюция торпеды гейминг В этой карте Замечу что Получил Дюпри Еще по щамотмал Это означает только то Что торпеды гейминг По-моему в первый Раз за последние раунды Три оказываются В большинстве И Девайс Девайс Контроль и все еще Миддл Атер начинает Прострелы Голова Голова девайса Должна была сейчас Точнее он должен был отдавать Но должно было быть Намного лучше Главное Сейчас на вот этом кураже Опять не отдать Лишних пару человек Потому что там уже Дарти Ну он в виде там Действительно неплохо пострадал У него там 7 хитпоинтов Дисон тоже 39 Нужно просто Опять осторожненько Хладнокровно Во-первых Опять Нет никого в темке Толком И поэтому Карриган дает инфу Что ребят Там все в мидле Или будут выходить Там на А Вероятно по шарту То есть И слишком много информации Теперь у Астралис Они сейчас должны будут Перегруппироваться Самое интересное Что они могут сейчас Не смотреть спину Я видел такие раунды От шведов И это заканчивалось Очень грустно При этом Зипик принимает зеленку Атер Атер неплохо Вместе с Дарти Они разобрались Карриган вышел в спину Ну вот Что? Вы серьезно? Это два раунда подряд Мы видим то Что парни не смотрят Свою спинку Тем временем Вышел даун И попытался справиться С девайсом Причем он ошибается Где-то в стребе Из пяти-шести патронов То есть Это Даблами Или триплами Можете сами посчитать Это минимум Два Адекватных Спрея Но у него Ничего не удается И Астралисом Выигрывают 1-0 Торпеды гейминг Просто не могут Совладать с эмоциями Потому что Явно У них просто Шалит прицел Да Немножко Немножко Паникуют И Понятно Все-таки Лан Да Я думаю Ребята там Все неопытные Ни у кого нет нормального Экспириенса Присутствия На подобного рода Турнирах Но В целом Нужно пытаться Как-то это побороть Потому что Реально видно Что очень волнуется Ох Какой там выход Моментально Пресекает Карриган И Девайс И жарит всех Просто Налево и направо Дисон с Малли вдвоем Попробует С верхней тэшки Выйти Хоть куда-нибудь Бомба Главная потеряна Она под контролем Астралис Находится И здесь Ничего не остается Дисонта Кроме как погибать Мало Контроль от нижней Депри сюда придет Депри Депри его Ооо Не справляется Малли его Обкисулил И сейчас Нужно Нужно смотреть В две стороны Один глаз налево Другой глаз направо Да тут Выпуривает Просто Как тараканы Логово Да Ооо Не знаю 12-0 Грозит Уже такая Сухая сторона Потому что Денег У торпеды На этот раунд Толком нет Можно конечно Закупиться Но тогда Да Все таки решили Сделать Такой Не могу сказать Что полный Там вынужденный Форсбай Но половина команды Без Нормальных вещей Ложом Открывает счет Тем что уничтожает Дарти Без всяких проблем И сомнений Ясное дело Дисан Правда Получает вместо Галилла Ак-47 Это позитив Но у них Заперто игрок На мусорке И это означает Что? Это означает То что У него Очень-очень Мало шансов Здесь выжить 52 хп Не остается После того Он получает Хаешку Сверху Молотов 38 хп Ему надо выдвигаться Ему срочно нужно Додавить агрессию При помощи своих тиммейтов Но в конце концов Депри Уничтожает его И дальше Зачистка ямы Происходит Убивают Депри Мы видим То что Астралис Очень быстро Производит ротацию На Аплэнд И Каджум Будет играть С 15 хп С ВП На лонг И торпеда Гейминг Имеет здесь бомбу И можно будет Теоретически говоря Попробовать Все это дело Раскидать Надо подождать Да у него У него есть две флешки И смог Это означает то Что он может Ее откинуть На сторону Катасайда На выходы На Аплэнд Надо только С Каджумом Разобраться Ууу Каджум Пошибается Здесь снайперская винтовка И Жидает противника Дисенсатором Выдвигается сюда Еще и на Ооооо Охо 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 Это провал Как замечательно Девайс Только что вышел Вкусные все Сладости Просто сейчас отдаваются Шурсовченко Залетело И дауни Остается соло Соло Против четырех игроков Изданий Которые пока что Сто процентно Отыгрывают На 16-0 Потому что Я не вижу никаких препятствий Для того Что торпеды проиграли Это с Нулевым счетом Ну пока да Конечно ситуация 4 в 3 была Вполне обнадеживающая Потому что Все таки Там у двух парней Было Там 19-30 хитпоинтов Что-то в этом духе Поэтому Проблем С численным преимуществом Могло бы вообще никаких не быть В итоге Но вот этот Дабл Савика Просто крест Поставил на этом раунде И я думаю Что на морали Торпеда гейминг Он окончательно Поставил крест Буду надеюсь Что не окончательно Хочется увидеть Хотя бы Два фрага На протяжении Оставшихся Трех раундов Точнее Дэвайс Тем временем Смотрит Мидл Снайпер с ковинтовкой Уходит за смог Откидывает Даже еще один Таким образом Мононирует Своих оппонентов На 18 секунд Торпеда гейминг На 17 Прошу прощения Торпеда гейминг Хотят Хотят законтролить ЗЗ Давно я не видел Хорошего контроля ЗЗ От них там В четвером Допустим Или Хотя бы Спину смотреть В этот момент Зипикс Плохо играет Удержание Керриган Тем временем Откидывает Таттера Хаешка Вместе с Молотом Показывается Для Малли Он наступает Но сзади Прижимает Керриган С Тэшки Дарти справился С девайсом И Керриган Керриган Спрейт Но не получается Здесь довести Дело до конца Хожу Находит с голову Сова Под Дарти Мой бог Депрест Это один Прид трех игроков Шведов И сейчас Торпеда Гейминг Умеет нереальнейшие Шансы Затащить Это И если Они это Приграют То я не знаю Куда дальше Депри На миддл Вышел Смотрит Дарти Ошибается Ну точнее Он попадает По нему Но 39 хп Вообще Там суммарно Семьдесят китпоинтов У трех игроков Команды Торпеда Гейминг Поэтому сейчас Выход от Депри Может закончиться Для них весьма плачевно Все таки С кальтом Там можно Грамотно поспрейить 12 патрон Кстати он не перезаряжается Замечу я Нет у него раскидок Адекватно Только флешки И это минус Дарти Перезарядился Флешку откинул Идет дальше Есть дефуз киты Можно отыграть По времени адекватно Шесть 5 хп у него осталось После точного выстрела Малая Малая все таки погибает И да Он не играет на размин Неплохо Дача Они все таки сделали Нес Дарти Ну ржут уже У ржут оставится Потому что Я вас уверяю Они тоже сами могли Сыграть на онлайне С каким-нибудь совершенно Просто на праках Где-нибудь Ну я думаю С нашим стаком Тоже примерно так бы получилось Ну я уверен Что намного хуже Но счет был бы такой же Скорее всего Может быть тоже Где-то один раунд Там отжали Когда бы нас с пулеметами Ходили гасили Зипикс Смак Дальше Дарти Дарти не ловит Зипикса Причем он тут стоял На троллейбусе Каджонт находит Дарти Но дальше вопрос чисто в том Что торпеды гейминг Просто задумались Они начали Они остановили свои атаки И возвращаются обратно Каджонт тем временем Ловит на выходе Дисанта И мы видим то Что бокс не совладал Тут Атор Атор Просто с двух сторон Его обошли И сейчас Изнасилуют Сэндвич Сэндвич Дамы и господа Мало Выбегается на Лонг Пытается Хочешь что-то продемонстрирует Савапа Шестнадцатого парня Остается И он не попадает В очередной раз Ну где же ты Где же ты стрельба Снайперская винтовка Торпеда Гейминг 14-1 Тот самый счет С которым закончится Первая половина И вторая половина Закончит страдания Шведов Надеюсь очень быстро Да-да-да Потому что Все-таки пистолетки Ну не знаю Я не думаю что есть Хотя слушай Они ведь взяли за Атаку За защиту Помнишь у них была Хорошая стрельба С юспиком Там что-то такое Я понимаю На кэше Действительно Так что возможно Мы сейчас увидим Нечто невероятное Но я не думаю Что это невероятное Продлится слишком долго Сомнения меня берут Честно говоря Очень сильно Но на самом деле Следующий матч Будет немного более интересным Потому что За Энерджи Джи-джи Играют Такие очень Очень жесткие чуваки Атор кстати Вешает хедшот Каджумбу Депритим временем Пытается сразиться И у него удается Он убивает мало И размен один в один Датчане Контролит выход На Б плент И торпеда Торпеда отвечает Дарти Хороший килл С Юспика Через смок Команда защиты Тем временем Располагается Даблой на лонге И мы видим Что Атор Ооооу Какую там плюшку Еще повесил Дарти С первой же В голову Залепел Только что Диоприем Он точно так же И каррига С Юспиком Дауни Дауни Прекрасно Прекрасно Все знает Он считает этот момент В самом случае Просто пассивно отыгрывая и контроль от эту точку и флешка вторая флешка, кстати, а нет, у девайса есть только фейки и Дисент, Дисент, месяц давний, пять патронов оставил свой девайс, все-таки он погибает Zipix пытается отстрелить своего последнего оппонента, зачем, какого последнего? Дисент пытается отстрелить последнего оппонента и 14-2, торпеда, гейминг, всяких проблем проводит этот раунд, ну да правильно привели параллельно по поводу до кэша да, в итоге действительно так и получилось я не знаю, даже звонить тут в камбычную или не звонить, потому что Астралисам Астралисам очень тяжело здесь будет проиграть прям невероятно нет, проиграть будет очень легко хотя пауза в предложениях была не совсем правильная проиграть будет им действительно очень легко, но воевать сейчас как-то при... нет, я сказал, Астралисам будет проиграть тяжело А, Астралисам, да, тогда я просто локанулся Дизертый гол, Дюпри, Дюпри, какая голова, Дарти, not so bad и Вася тем временем двигается с верхнего, Малый должен тут мэн-мод врубать, потому что без яиц здесь сражаться нельзя и с Вимпиком с такой дистанцией тем более и Соло Дауни принимает четырех игроков хорошие фраги от него, однако мы видим, что он зафармил 600 голды дальше не пришло как же он вместе с Дюпри за контролем Веплэнд, выходит еще и Дисент отдается на халяву, Атор работает на перетяжке Малая идет в Т-шку Атор будет играть с двери и вот сейчас мы посмотрим, что Астралисам, в отличие от своих оппонентов смотрит Т-шку правда здесь 3 на 2 и у них есть лишний игрок и тогда торпеды могут себя оправдать таким образом но вот она голова, вкусняшечка-то какая посчитала просто ну и Атор, Атор сражается один против, минус 2 но минус 3 уже не будет Дюпри вытаскивает 3 фрага в этом раунде и Астралис соберет свой экономический раунд против девайсного торпеды гейминг ну конечно, если бы не вот этот гиглоголовашот от Дюпри в Т-шку, кто его знает, как бы этот раунд обернулся с таким вот выходом из двери ну что очень хорошо посчитала тогда могло бы, могло бы произойти все что угодно в любом случае было по 14-3 и все равно очень сомнительно все равно очень сомнительно, что шведов здесь затащили но показывать хоть какую-то игру надо это стопроцентно потому что иначе какой вообще смысл сюда приезжать тратить деньги организаторов на билеты тратить собственные нервы на то, чтобы приехать сюда и показывать хоть какую-то игру я не понимаю, почему правда Астралис не пытается здесь начинать шутковать брать дуалы всей команды и творить хардкор и содомию Zipix вместе с Дюпри находят свои фраги на дауне и мало и Дисон пытается с Зэшкой отработать Каджумба но тот отвечает ему при помощи точной стрельбы Сака 47-го Дарти бывает Керриганом в голову с дезертыгла забирает Галил 35 хп этого замечательного борца за Швецию но датчане все-таки совладали здесь и 16-2 тот самый счет 16-6, 16-2 у нас по двум картам Астралис без всяких проблем забирает победу у своих оппонентов и мы будем с вами смотреть через, наверное, час в лучшем случае Ну что ты драматизируешь? Я думаю, что сейчас все будет хорошо Да? Да, да, и я уверен Сколько и стало Пауза Ну, давай, я думаю, что 30 минут Я ставлю на 30 минут 30 минут, хорошо 97 против 3 Я реально давно не видел такой ставки Я сейчас зашел на лаунж 92 у Энвес сейчас против NRG 8 Так что, ну, не знаю Я, честно говоря, думаю, что Эннжи реально больше шансов показать хоть что-то адекватное Потому что, а, французы не такие уж хорошие ныне Бывали они получше на Клужнопоке То же самое Их был предел усилий И они взяли мейджер последний Однако дальше у них все пошло куда хуже Что касается Эннджи Вы сами знаете Мы еще обсудим вместе с вами Что там играет сейчас целых 3 легионера Американская команда с двумя американцами Посмотрим, на что они способны Буквально через полчаса